вот это мы попали овцепад какой-то я пожалуй поставил а сколько голов сколько голов от хас ничего себе зоро а если не пропустишь то бывает вот такая штука с машинами приехали в поселок алаверди что здесь находится скажи просто это монастырь алаверди который расположен 20 километров хотела вы он был основан одним из 13 ассурических отцов юсебом алаверди в 6 веке потом этот монастырь был перестроен в одиннадцатом веке царем великим первым его размеры 28 метров на 42 метра и высота куб самого монастыря 50 метров это один из самых высоких монастырей в грузии здесь находится погреб где монахи делают вино где-то там помещается в этом погребе где-то 60 тонн вина то есть емкость этих монастыря на территории монастыря в раскопах было найдено стали погреб который где-то причисляется с 7 в 8 веке вы то есть здесь монахи сделали в то время уже вино который потом применялся в исполнился церковных служениях а скажи пожалуйста монастырь он какой женский мужской 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 монастырь в принципе мы сейчас туда войдем посмотрим какие на территории походим да да сейчас сейчас у них сбор урожая поэтому они уже не пустят потому что погреб не пустят потому что сейчас идет там на самом деле как мы выяснили в этом мужском монастыре нравы даже строже чем в иерусалиме в храме гроба господня куда туристов в шортах пускают ну а здесь не в шортиках не в маечках извините вы не пройдете мы были в шортах но для нас есть такой лайфхак есть рядом лавочка где можно взять такие вот модные штаны бесплатно именно для посещения монастыря мода диктует монастырь диктует свою моду да и я хочу заметить что размер даже на фруктовую борсяку прошел мы потихонечку специально для вас ведем эти съемки для того чтобы показать всю красоту и необычность этого места понятно что через камеру через монитор мы не сможем передать весь колорит этого места поэтому садитесь самолеты машины приезжайте в грузию она вас ждет наконец-то в грузии мы приехали винный погреб называется он погреб близнецов ну очевидно после как выпьешь что один человек становится близнецами друзья это дом был обоснован в 2005 году думаю двумя близнецами братами гиа и гела там кицуашвили они здесь родились здесь выросли вот вот эти два кувшина длинных кувшин это обозначает как бы керпь двух братьев это приспособление где выжимается виноград то есть вот здесь виноград отпускают потом вот он одевают на вот такие потенки и на нем наступ наступают ходит отсюда вытекает и идет вот этих кувшинах кувшина называются по-грузински кури вот посмотрите большие кури то есть вот вот этим гони гоняют водку то есть ты вот здесь чачки вот вот здесь складывают и чачу вот он 3 здесь потом от подходит идет огонь снизу потом потом она кипитит вот здесь выходить здесь вот змеяка через змеяку потом вот здесь первый раз выходит спирт потом потом то есть вот 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 Здесь 5 градусов 72 градусов, а чаще 50 до 55 градусов. 127 кукуршинок до 2,5 до 3 тонн одна, то есть 127 умножить на 3 литра. Здесь 8 метров, это просто 7 символов доходящих. Азахские друзья подарили. Здесь нарисовано, как в течение 7 месяцев, здесь кипятится, кулица делается. То есть наливают, потом поднимаются. Там наверху поднимаются косточки. Здесь 9 метров, здесь лежат, там внизу сам мчач. А здесь нужно, чтобы вы не могли бы выжить, что вы не могли бы выжить. Здесь все обозначены разные, и должен иметь, что это кукуршин. То есть параметры Кушина. Это Грузия. Пели были обозначены, вот эти обозначены, где раньше были кушлины, где использовать на территории Грузии кушлины. А красным сейчас обозначено сейчас данный момент, где используются. То есть это Гулья, Эмеретия и Кахрети. В данный момент там используются кушлины. И сейчас находимся в Кахрети. По всей Грузии 500 наименований. По всей Грузии 500 наименований. По всей Грузии из них 500 грузов. Здесь 80 наименований там там карты 17, 15. Вот здесь обозначены наименования всех грузинских виноградов, но не все наименования, только лишь некоторая часть. Вот вот посудами то есть корзинами, большими корзинами. Козори это по-дружински называются. то есть вот эти привозили потом здесь на дамы отнимали, там танцевали. это все продукты из винограда это масло то есть из косточек виноградных косточек это чай это уксус это варенье это коньяк который идет это компот это эмали это пыль Я так понимаю, что компот это самый не популярный продукт из винограда. Да. Вот куда мы мечтали попасть. Вот это глина посуда специально для туристов чтобы не было здесь несколько дней тому назад пустили виноградный сок и у нас уже видно как сколько охоты 5 дней там где 10 дней там 6 месяцев назад чтобы он закончил вот такими слоями вот так и находится да там внутри снизу чай в середине сам сок и на верху косточки это новая технология здесь идет фильтрация через 6 месяцев тоже так отпечатывают как и это это снимается вот здесь идет остатки фильтрация здесь идет осадки здесь идут потом это снимается вот остается а сколько стоит она вот так вот 6 месяцев это здесь 6 месяцев вот здесь 6 месяцев 6 месяцев ага так все как в общем то то есть раньше чем через год не стоит надеяться на на вино на хорошее вино нет если ты еще находишь нет это тоже отрывая давля вы не сам погасну нет раньше чем год надо терпеть не быстрый процесс если хороший это вот только что открыли крышку а сколько здесь уже вино по времени дровить 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 9 дней наверное дровить 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 сколько дровить 3 тонн 3 тонн 4 тонны 4 тонны представляете 4 тонны вина 4 тонны представляете ну будет не 4 будет 3 по конец но все равно классно для тех закона для тех 15 как как вы не 6 месяцев хранится у щеней сухой. Пробуем. Все ради вас, дорогие зрители. Будем пробовать, дегустировать, рассказывать о своих впечатлениях. А я сегодня ничего пробовать не буду. Я сегодня за рулем. Надо по небам покатать. Вы знаете, скажу честно, я небольшой любитель вина сухого. Но вот это мне нравится. Может быть, я просто не пил нормальное вино, вот скорее всего. Но вот это очень вкусно. К сожалению, я не запомню название. Надо будет записать о нем. Ракоцетели. Ракоцетели. И главное, найти правильное, наверное, все-таки, настоящее. Очень вкусно. Несите еще. Это сафировый. Это сафировый. Красный. 12% Это 4 месяца остается месяца скача. Это 6 месяцев. Это 4 месяца. Это 12% сухой. Красный. И двухлетний. Орцелия. Вот это за вторым. Орцелия нет. А в Орцелии больше белое, да, пьют? Да, белое. Ну, для вас, дорогие зрители, мы и красное тоже попробуем. Помягче. Оно немножко... Как раз вяжет, да, чуть-чуть. Но пьется полегче, помягче. Особенно голодное. Нормально. Еще три бокальчика забудешь про голову. Вот режущие, да, блин. Если кто любит. Терпкий вкус. Терпкий, да, режущий. Вот это оно. Вкусненько. Так че тоже вкусно и тетрпкий вкус. Ммм... Белое вкусненье. Это вот терпкость. Ну, кто, кто любит, наверно, это оно... Прямо вяжет. В рот. Можешь, так сказать, послевкусие офигительное, да? И, кстати, это вино рекомендуют даже врачи. Оно целебное.